За звание сильнейших боролись в Полоцке. С 9 по 12 декабря в Олимпийце прошел открытый кубок Беларуси по кикбоксингу. В престижном соревновании приняли участие порядка 250 спортсменов. Задача сейчас этого чемпионата для города Полоцка – подготовка молодых спортсменов, замена нашей боевой гвардии, уверенной такой, которой мастеровитый, то есть подготовка молодежи, которая обкатывается на таких чемпионатах. Кубок республики в Полоцке проходит уже в четвертый раз. С каждым годом география престижного соревнования расширяется. В этот раз в древний город съехали спортсмены из разных уголков Беларуси, а также из стран ближнего зарубежья – России, Эстонии и Литвы. Полоцк в составе команды Витебской области на кубке представили 42 спортсмена. Конечно, после боя впечатление радостное. Победа всегда радость приносит. Соперник, ну конечно, видно, что еще парень недолго тренируется, то есть еще набирается опыта. Но, конечно, определенные трудности составил мне. Полоцкая школа кикбоксинга и талантского бокса славятся сильными спортсменами. На счету палачан количество побед, которое посчитать уже трудно. В конце октября в Испании в Бильбао прошел чемпионат Европы по кикбоксингу. Национальную сборную Беларуси представляли 19 спортсменов. Домой вернулись с наградами. Палачанин Евгений Терец завоевал золото. За свою спортивную карьеру Евгений удостоился титула чемпион Европы во второй раз. Было три боя. Основный финал. Сделали гала. Это самые лучшие бои выбрали. Девять боев финальных по идее. Шоу сделали. Дрался спортсменом из Израиля. И так Гершун известен по всему миру спортсмен. Я его разобрал, как говорится. Стать чемпионом мечтает каждый спортсмен. Кубок республики – отличная возможность заявить о себе. Уровень участников высокий. Победа в престижном соревновании – хорошее начало спортивной карьеры. По итогам соревнований третье общекомандное место среди мужчин досталось спортсменам из Минска. Второе – у новополочан. Первое почетное завоевали полоцкие спортсмены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова